Привет, просветители! Пару месяцев назад Ирина Волонец поставила перед нами серьезный вопрос. Кто такие синглтоны? Неподготовленная публика не отошла еще от этой главной загадки мироздания. В курсе оказались только программисты. Как исполнитель нетленного хита Пика-пика-пика-чу, чу-чу-чу, я с тобой хочу. Мия Бойко влетела с ноги во все новостные паблики с глобальной проблемой. Что делать с квадроберами? Расстрелять! Парена, можешь сразу, пожалуйста, всем ответить на вопросы, интересующие меня уж так точно. Ты тут у нас котенок и ты квадробер, не дай бог. Кто-нибудь еще это поддерживает из вас? Не высказался только ленивый. Собчак, Крит, Милонов, Гордон, Галич, Мизулина, Соболев. А вот мы в детстве играли в кошечек, а я на Новый год был зайчиком. Это, кстати, правда. Я действительно был зайчиком. Я и до сих пор. Оставьте детей в покое! Оставьте Мию Бойко в покое! Она за традиционные ценности! Я всегда в полной мере осознавала свою ответственность за посыл, который я транслирую в массы, особенно понимая, что на моих песнях растет целое поколение. Пика-пика, чу-чу-чу. Я хочу поэмэмдэмсить, с тобой флексить. Высокая поэзия. Будущее молодого поколения в надежных руках. Внимание, дисклеймер. Мне вообще фиолетово, что поет Мия Бойко. Нравится людям и слава богу. Но когда ты сначала русалка, которая с Пикачу-флексит, а потом традиционные ценности в одной руке, на моих песнях растет новое поколение в другой, это странно. На мой взгляд. Квадроберы, как и другие абсолютно чуждые нашему обществу веяния, пришли к нам с запада, где нарушение общепринятых норм давно стало трендом. Я не могу молча смотреть, как дети не просто переодеваются в костюмы животных и мило бегают по парку. Нет. В некоторых случаях они едят из мисок, пьют из лужи, роют землю, нападают на собак и людей, кусая их и выполняя подобные задания от других квадроберов в специальных группах в соцсетях. Давайте называть вещи своими именами. Это ненормально. И я лишь хочу обратить внимание всех на эту проблему, ведь мы в силах оградить свое общество от этого разрушения. Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик. А что потом? В семье будет маме 1 и маме 2? Мы все видели крайнюю олимпиаду, и никто из здравомыслящих граждан не захочет такой реальности для наших детей. Сегодня ты играешь в джаз, а завтра родину продашь. Знаем, проходили. О квадроберах мы на этом канале уже говорили, и кстати, до этого всеобщего хайпа, поэтому повторяться не вижу смысла. Меня, как человека, который работал с подростками, и у которого сейчас есть определенная аудитория, эта ситуация заставила задуматься о совсем других вещах. Свобода слова, ответственность, взрослые дети. Мое мнение... Вот об этом сегодня и поговорим, а не о том, нормально ли 8 лет бегать в маске. Буду объяснять на конкретных примерах, потому что есть у меня ощущение, что такие товарищи, как Мия Бойко, по-другому, возможно, не поймут. Фанатка Пикачу все еще думает, что ее хейтит квадроберское лобби. Это как иллюминаты, но только в масках и с хвостами. Вы знаете, что я по образованию филолог. Ну, жиши и все такое. И давайте представим, что я отношусь к той категории этих прекрасных товарищей, в которых начинается нервный тик, едва не видят ошибку. Ты что, причастный оборот не выделил? Предположим, моя главная цель жизни – бороться за чистоту русского языка. Ну, заняться мне больше нечем. И я считаю, что безграмотность – это главный бич современности. Используешь заимствованные слова? Позор! Написал имя президента с маленькой буквы? Позор! Ну и далее по списку. Имею ли я на это мнение право? Да, естественно. Точно так же, как и вы, можете со мной не соглашаться. И правильно сделаете. Если я во всех своих соцсетях начну говорить исключительно о правилах русского языка и осуждать каждого, кто посмел забыть о правописании суффиксов ек-ик. О, пожалуйста, гласный упал! Так вот, это тоже мое право. Я просто борюсь за светлое будущее нашей страны языка. Точно так же, как и Мия Бойко в своих соцсетях может негодовать. Что-то квадроберов много развелось. Наверное, к дождю. О, ты触ил мою талалалу. Кринж! Но есть и другая ситуация. Я все такой же повернутый громонацией. Но в этот понедельник я хочу не просто воздух сотрясать. Я на живых примерах с ошибками буду бороться. Как и любому более-менее публичному человеку мне достаточно часто пишут. И не всегда грамотно. И вот я решаю в ролике разобрать ошибки зрителей. А что, забавный формат. Как обычно, приправляю все юмором, сарказмом, заламыванием рук. Да как до такого можно было додуматься? Да неужели во школе ничему не учили? Но есть один нюанс. Я показываю лица людей, которые эти... Тупые ошибки! Допустили. На весь экран показываю фотографии. Ой, боже, ну что ж ты такой тупенький? Как можно обращения запятыми не выделить? А что, это сейчас модно таким безграмотным быть? При этом я вообще ничего не знаю о тех людях, которые мне написали. Для кого-то русский язык, может быть, вообще не является родным. У другого, вполне вероятно, дисграфия. Мне это абсолютно не важно. Ведь я хочу донести мысль. У меня просто сердце за русский язык болит. Тук-тук, тук-тук. После того, как даже на моем весьма скромном канале выйдет такое видео, можете не сомневаться, герой проснется популярным. На следующее утро все в школе нашего Пети будут знать, что он двух слов связать не может. Когда обычный человек совершенно неожиданно получает медиа-внимание, его имя, фамилию, адрес выясняют буквально за пару часов. Иногда и быстрее. Как вы понимаете, мой пример еще достаточно безобидный. Потому что где орфографии, где квадроберы. А вот если я сниму осуждающее видео о какой-нибудь субкультуре и при этом покажу конкретных подростков, и спрошу у вас, а что вы думаете об этом? А вы вот этих вот поддерживаете? Как вы думаете, что начнется в личке у моих героев? Мне, слава богу, мозгов хватает понять, что произойдет. Я осознаю, что значит вытащить в публичное поле человека, который об этом вообще не просил. У меня, может быть, тоже, как и у Ме Бойко, душа в традиционной ценности болит. Только вот натравить толпу на ребенка я не готов. И если такие артисты не осознают, что произойдет, когда они на огромную аудиторию противопоставляют одного человека толпе, ну, тут, на мой взгляд, два варианта. Им либо плевать, либо соображалка не очень хорошо работает. Вы, конечно, можете сказать, Павел, но она же никого не оскорбляла. Она просто задавала вопросы девочке, ну и своим зрителям. Так в том-то и дело, в таких ситуациях никого оскорблять и унижать не надо. Это все за тебя сделает толпа. Достаточно просто ей указать, где белая ворона находится. Все остальное за тебя сделают. А ты и дальше можешь строчить обеспокоенные посты. В России хотят запретить квадроберов. В Совете Федерации предложили ввести запрет субкультуры в стране, заявив, что она не только негативно сказывается на психическом здоровье участников, но и может иметь серьезные последствия. Чувствую на себе еще больше ответственность довести это дело до конца. Следите за новостями. Да абсолютному большинству людей наплевать и на тебя, и на квадроберов. Просто даже те, у кого всего две рабочие извилины, и то понимают, к чему приводят подобные вопросы у толпы. А вы это поддерживаете? И вот здесь мы переходим к следующему моменту, так называемому распределению сил. Когда Егор Крит снимает в телеграме кружок о Мии, перед нами два взрослых человека с большой аудиторией. Мия Бойко совершеннолетняя. Она и по закону несет ответственность за свои поступки. Ее никто не тянул в шоу-бизнес. Из-за язык. Когда у меня выходит ролик о Кравцове Лантратовой, это взрослые публичные люди. Еще и власти находящиеся. А когда на твой концерт приходит ребенок, а ты на его примере решаешь свою гражданскую позицию продемонстрировать, на глазах у толпы, это дно. Да нищие. Вот поэтому тебя хейтят. Гордон целый ролик записал о том, как опасно движение квадроберов. Это проблема. Я поддерживаю Мию Бойко. А потом просто внизу текстом добавила, что Мия, конечно, не права, что с чужим ребенком на сцене говорила. Мы так переживаем, что дети начнут из миски есть. В данной ситуации говорить нужно не про Олимпиаду в Париже, не о традиционных ценностях, хотя они, конечно, навсегда в сердечке, а о том, что взрослые люди должны сначала головой думать, прежде чем устраивать публичные сессии. И, наверное, можно было сказать, что это всего лишь единичная ситуация, и вот здесь только Мия Бойко и квадроберы. Но это не так. Для многих людей, особенно занимающих руководящие должности, выставить человека дураком перед коллективом – это любимый способ показать свою власть или донести какую-то идею. На одном из стримов я рассказывал потрясающую историю своего детства. Кстати, все записи моих стримов и другие плюшки вы можете найти на моей страничке Boosty. Подписка от 99 рублей. Огромное спасибо за поддержку. На уроке математики в пятом классе я, по мнению учителя, неправильно себя повел. Мне же казалось, что я ничего плохого не делал. Типичный Паша. И мне досталось ни за что, ни про что. И я, естественно, решил объяснить, что это не я. Ты это своему папаше будешь рассказывать, который тебя бросил, и которому на тебя плевать. Заявил мне педагог с большой буквы. Прошло почти 30 лет, а я до сих пор помню, как у меня чуть челюсть не отвалилась. И вот эти взгляды у всего класса. Но да, действительно, после этого случая я вел себя замечательно. Только вот и раньше с моим поведением никаких проблем не было. Это действительно шикарная стратегия, которую часто, слава богу, не так в лоб, применяя взрослые люди по отношению к детям или начальнике к подчиненным. Эй, все, посмотрите, ха-ха, Паша у нас врачок. И Паша не знает, куда ему деться. Потому что, в отличие от героев моих роликов, он в пятом классе. У него нет возможности ответить учителю и постоять за себя. Я школьник, ты учитель. Да и начальнику иной раз нельзя возразить, потому что тебе еще семью кормить надо. А теперь просто подумайте о соотношении сил, когда ты стоишь на сцене, перед тобой море твоих фанатов, а напротив тебя девятилетка. Ну или сколько там этой девочке лет. Ну согласитесь, самое время поохать об интересах молодежи. В свое время на основе забавных ошибок, которые допускали мои ученики в сочинениях, я писал небольшие рассказы, которые школьникам же и зачитывал. И всем это безумно нравилось, потому что мы смеялись и учились видеть ошибки вместе. Мы не над Сереженькой глупеньким смеемся, а над предложением ухахатываемся без указания автора. Потому что Сережа, какая бы у него оценка ни была, не вызывался здесь работать живым примером. Я, здоровый лоб, не имею права тренировать свои скиллы стендапера на детях. Если человек захочет, он сам скажет, а это мое, я написал, если ему будет комфортно. Чувствуете разницу? Не я вытащу подростка под софиты без его разрешения. Кстати, похожие ситуации, когда нахваливают публично. Ох, наша Катенька чмок тебя в пупок. Но почему вы и все остальные не можете быть как Катенька? Как вы думаете, как после этого Катеньки относиться будут? Я, кстати, был подобной Катенькой. Оставьте Катеньку в покое. Это реально странно, когда взрослые люди не понимают, к чему приводят их действия. И когда вместо того, чтобы нормально извиниться, начинают говорить о нормах, злом Западе, и прочих прелестях. Когда учитель выставляет ребенка посмешищем перед всем классом и предлагает другим показать пальчиком «Ха, Иванов дурак!» Мы осуждаем учителя не потому, что поддерживаем поведение или ошибки двоечника. Просто учитель взрослый. Когда Мия Бойко предлагает зрительному залу оценить увлечение девочки, я осуждаю Мию, потому что она взрослая, а не потому, что мне безумно хочется маску натянуть. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там интересно, и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы. И кроме того, доступен эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддержат меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну и отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boosty. Большое спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.